Алмазхан Тлифханович, здравствуйте. Здравствуйте. Алматы в этом году изменился в лучшую сторону. Скажите, в следующем году работы будут такого же масштаба? На 2019 год также запланированы работы по реконструкции, модернизации улиц города Алматы. То есть мы запланировали это еще позапрошлом году. Эти работы продолжаются. На следующий год, на 2019 год, предусмотрено продолжение реконструкции проспекта Достык от улицы Курман-Газы до парка 28 Памфилов. Также будет реконструирована часть улицы Тулебиена. Первый этап мы берем от улицы Памфилова до улицы Колдаякова. Также будет реконструирована улица Баситова. Продолжена улица Жбек-Жалы до проспекта Сейфулина. То есть все эти работы, которые мы начали с улицы Памфилова, они будут продолжаться в 2019 году. Недавно в своем интервью вы говорили о том, что в Алматы будут избавляться от высоких бордюров. Что именно вы имели в виду? Вообще высокие бордюры это как элемент для тротуаров. То есть сам колесоотбойник, его еще так называют, бордюр будет оставаться только на проезжих частях, там где ездит автомобиль. А где пешеходы, мы будем избавляться от всех преград, от всех возможных барьеров, которые на сегодняшний день существуют. Почему? Потому что мы придерживаемся стратегии и политики города для людей. Поэтому мы должны сделать такую инфраструктуру, чтобы она была удобна для пешеходов. Многих волнует судьба алматинских арыков. Расскажите, что с ними произойдет? Нет, ну вопрос стоит в том, что арыщная сеть не убирается никуда. Просто в некоторых местах, где большое количество населения будет пребывать, то есть большое движение населения, там будет просто прикрываться сверху крышками. А если так посмотреть, то в целом мы не сможем априори и технически убрать эти арыки. То есть арыки, они будут существовать, они будут точно так же работать. Алматы без арыков, это не Алматы. Вы говорите, что в следующем году будут строить пешеходные зоны. Как именно изменится Толюби? Можете рассказать подробнее? В целях формирования более благоприятных условий будут формироваться, по крайней мере будут формироваться пешеходные зоны. С выделением линий под новый вид пассажирского транспорта. С формированием дополнительных общественных пространств на перекрестках. То есть мы хотим именно создать такое пространство, где было бы удобнее для пешеходов, а не для автомобилей. И вот опыт улицы Памфилова показал, что когда человек идет пешком, практически все объекты предпринимательской деятельности, которые там сформированы, они на сегодняшний день заполнены. Почему? Потому что люди видят, что происходит в этих помещениях, в этих объектах. И там появилась жизнь. То есть если на машине может припарковаться возле магазина 2-3 машины, то на сегодняшний день, учитывая пешеходное движение, на этот объект уже заходит больше 100 человек. Большое спасибо за интервью. Поздравляю вас с наступающим.